так сейчас я все настрою всем привет кто меня сейчас здесь слушает сейчас мы настроимся на instagram на телеграм мы начнем наш прекрасный эфир сегодня будет очень круто про очищение вы мне сможете задать все свои вопросы про питание про все что вы хотите так давайте сразу поговорим как у нас будет происходить у нас в канале последний сейчас пост это окно для комментариев там вы со мной делитесь обратной связью своими вопросами когда я что-то говорю вы в этом участвуйте чтобы я вот видела наш с вами вайп и синхрон считывал это поле и давала для вас лучшую информацию сейчас вот еще буквально минутку всех дожидаемся не разбегаемся а я пока в инстаграме все выставлю как положено так кстати отпишитесь мне пожалуйста слышно ли меня и видно ли меня маш это очень красивое спасибо всем привет ребят кто подключается у нас к прямому эфиру сегодня будет очень круто познавательно приготовьте листочки будем очень много общаться про тело про энергию про питание про все чистые законы про очищение так надо выключить звук а то вы у меня будете постоянно слышать видно слышно слышно и видно вообще супер так смотрите я предлагаю сегодня начать изначально с ваших вопросов потому что на днях в канале телеграм кстати те кто меня смотрит в инстаграме я прошу вас для удобства перейти в телеграм-канал а для этого сейчас шапки профиля перейти по ссылке там у меня прикреплен телеграм-канал вы переходите и подключаетесь к нашему нормальному эфиру где мы общаемся где у нас обратная связь потому что инстаграм будет просто стоять на фоне итак два дня назад я выкладывала пост и спрашивала вас что же вам интересно и что же вы хотите у меня спросить было очень много вопросов конечно же я вчера все нет не разобрала и сейчас буду разбирать так от мотар самый верх так кстати знаете что давайте немножко поле наше все-таки зададим а для этого мне нужно чтобы вот сейчас каждый человек то у меня слушает сформулировал свое намерение на этот эфир вот что вы здесь хотите сегодня получить что хотите услышать какой ответ для себя найти вот сейчас первое что идет в голову не оценивайте правильно неправильно первое что пришло в голову вот просто запустите это намерение что сегодня здесь вы получили ответ на свой вопрос сейчас в этом подумайте и запустите это намерение нам нужно создать с вами вот общее поле и сейчас отпишитесь пожалуйста комментариях в телеграме то у меня здесь новенький кто пришел с подкаста кто очень рад что со мной познакомился через сережу зарядиться вашей энергией до моей энергии не надо заряжаться вам свой поток нужно через себя проводить энергии бесконечно у меня своя энергия у вас своя энергия вот взаимосвязь своей энергии получить вот это да напишите мне пожалуйста в комментариях кто здесь подкаста от сережи как он подкаст вообще я с подкаста я пришла с подкаста с подкаста с подкаста с подкаста ура очень крутой супер подкаст на самом деле блин во первых я хочу всех поблагодарить кто на меня подписался с подкаст то есть вы посмотрели подкаст вы прониклись моими идеями смыслами да вы не есть и хейтеры которые смотрят плоско и обсуждают матерки или что-то такое а смотрите вглубь и видите глубину и сути поэтому вы находитесь совсем на другом уровне в целом мышление и жизни поэтому вы здесь и за то что вы мне доверились я вас благодарю за то что вы находитесь сейчас в моем поле и мне с вами классно вы супер я заметила что аудитория которая пришла с подкаста супер отдающая супер такая классная общительная даже люди которые сейчас на мои проекты заходят в меню там уже что-то общаются переписываются очень такое отдающие классное поле вы просто супер люди я мечтала о вас давно вообще все люди которые здесь со мной коммуницирует кто-то вообще давно кто-то год назад кто-то два года назад супер классные но вот сейчас наша семья супер классных людей прям расширилась и я вообще очень рада с подкаста очень зашел мне и мужу даже уже в теме теряю килограмма матерки супер вы серёжа люди совсем другого уровня блин вот столько любви боже как я мечтала об этом просто машуля просто старая любовь с подкаста купила меню я рада что познакомилась с тобой три года назад увидела тебя впервые в инстаграме начала заниматься спортом во время короны каждому времени событий в жизни благодарна подкаст очень крутой на самом деле я прям удивлена что под подкастом примерно 80 процентов комментариев просто очень клёвых я такая вау классно и правда восхитительно и гений спасибо спасибо смотрите вы уже надо начинаете задавать вопросы про аминокислоты про волосы про тело мы сейчас ко всему плавно подойдем не переживайте мне сейчас важно считать все поле и правильно выстроить систему подачи знаний которые я сегодня буду вам транслировать поэтому давайте немножко поактивничаем вайбом с подкаста очень понравилось хочу купить ваше меню есть хочу а есть купить либо хотим либо покупаем поэтому волком вы несете такие мощные трансформационные идеи смыслы прямо обмен любви класс шикарно выглядишь благодарю это все на самом деле благодаря вам потому что если бы не аудитория если бы не люди которым нужна я как специалист как моя энергия как мои знания то всему бы вообще смысла не было поэтому мне только в кайф для вас давать все самое лучшее вот смотрите какой у нас план действий получается сейчас у нас начало февраля сейчас еще идет до сих пор у нас конкурс который мы будем разыгрывать 14 февраля в день влюбленных то есть у вас есть возможность поучаствовать в этом конкурсе мы разыгрываем место на меню место на обучение совместимости место на курс очищения и iphone 15 про макс и поэтому просьба вас конечно же участвовать что для этого нужно подкаст скриним какой-то любой момент который вам понравился выкладываем себе в stories отмечаем мою страницу отмечаем сережину страницу написали комментарии под подкастом и в целом все вот такой вот конкурс и 14 мы все с вами будем разыгрывать потом после этого после 14 а кстати если у меня какую-то из программы выиграет тот человек который уже зашел на меню то мы просто эту сумму вернем поэтому если вы сейчас такие сидите и думаете блин дождусь выигрыша вдруг я выиграю зачем мне тогда сейчас идти так что не переживайте лучше идите уже сейчас получайте свои результаты если вдруг вы выиграете просто эта сумма вернется и потом после 14 февраля 200 человек вообще классно после 14 февраля у меня для вас выйдет еще крутой подарок связанный как раз таки с темы совместимости и очищения он будет бесплатно это прям подарок вам всем понравится так что ждем вообще хотела в начале февраля но так подумали что лучше потом попозже после розыгрыша то есть все идет постепенно также я еще завтра встречаюсь с человеком с которым я начинаю свое творчество и поэтому забегать вперед не буду до чтобы не спойлерить но просто знаете что скоро вы прям кайфанете еще неистово просто от того что я задумала так купила меню уже использую мария спасибо что наконец появилась для меня и подтвердила все мои подозрения про неэффективность пропагандируемых средств для похудения мария купил меню у тебя обучение по совместимости но там не было информации как лучше перейти на сыроедение может подсказать пожалуйста так по сравнению информации у меня на курсе по эксперт очищения то есть если вы идете на курс как эксперт очищения то есть заходите то там полностью база знаний очень много лекций и про типа питания и как правильно переходить с одного типа на тип и в чем там такие некие условности внутренние про белок много всего про аминокислоты про в общем вот вот курс очищения не курс очищения курс который называется для эксперта прям что получить такую профессию вот там все это заложено поэтому если хотите проходите так ну что я предлагаю начать уже по делу я иду на эксперта учиться не пробовала еще на доверие моя тема на самом деле если кто-то из вас действительно вот сейчас загорелся и понимает что блин тема круто я бы хотел обучиться идите на эксперта очищения смело почему что вы получаете во первых вы получаете всю базу знаний которую я транслирую вот просто были вы и когда вы прошли мой курс по эксперт очищения вы стали человеком который эксперт по очищению вообще просто точечный и мега профессиональный плюс в течение месяца пока вы его будете проходить вы уже применяете знания и выполняете программу совместимости все на себе то есть вы уже получаете результаты телесные ментальные энергетические и параллельно с этим второй тариф личный бренд то есть течение месяца вы еще и упаковываетесь смыслах в своем результате начинаете качать соцсети и просто сразу начинаете выходить дарить этому миру добро и получать свои блага то есть там супер структурно все сделано если кто-то хочет то напишите в отдел заботы и можете туда залетать вот цену кто спрашивает напишите в отдел заботы потому что нужно посмотреть проходили ли вы раньше программы так далее вот и так давайте все сейчас начнем по делу общаться здесь же тогда я не буду возвращаться сейчас наверх где бы вопросы задавали кому нужно продублирует вопрос начните сейчас писать свой вопрос касаемо тела касаемо очищения совместимости вот все что вас сейчас интересует я зацеплюсь за какой-нибудь один и начну раскрывать тему более подробно потому что честно говоря признаться положа руку на сердце на подкасте у серёжа я сказала далеко не все что я хотела сказать то есть мы сереже ходили поверхностно мы говорили там про калории про тело про похудение я вообще об этом не особо люблю разговаривать потому что я еще люблю на глубокие темы про энергию про поле как это все еще работает с вибрациями человека как обновляется в целом жизнь после чистки мы вот с терёжей в эту тему вообще не копнули поэтому я считаю что мы с ним раскрыли мою тему хорошо но не полностью так сейчас какой идеальный завтрак с какого масла лучше начинать замасливание ладно давайте я не буду тогда выбирать как есть вопросы так и буду отвечать ребят инстаграм я не читаю сейчас поэтому кто хочет поучаствовать и задать свой вопрос переходите в телеграм-канал зайдите в мою шапку профиля там ссылки прикреплен телеграм переходите и задавайте погнали как перейти на питание без мяса не столько вопросов что так быстро перелистывается как перейти на питание без мяса смотрите данная тема раскрывается у меня на курсе эксперта очищения то есть это прям лекция где рассказывается про типы питания и как переходить плавно с одного типа на другой какой период времени как правильно перейти то есть сейчас я вам лекцию до часовую здесь не расскажу поэтому если вам интересно то пожалуйста туда если образно я скажу так что прежде чем отказываться от мяса животного белка нужно обязательно понимать зачем тебе это то есть какая цель для чего нет потому что когда мы не видим цели для чего мы это делаем получается издевательство над собой над телом и над психикой то есть ты просто от этого отказываешься из-за какой-то идеи потому что кто-то тебе сказал что трупы животных это плохо или это низкие вибрации или это еще что-то я почему рассказываю потому что это мой опыт в том числе то есть я сначала загорелась идеей но тогда я не совсем понимала зачем и в целом я отказывалась от мяса тогда изначально потому что она была такая идея непонятно зачем было если уже сейчас моего полета до с вами поделиться тогда первое выстраиваем цель зачем потому что тогда вы будете это делать не из надо а из хочу а когда вы будете делать из хочу это автоматически легко вас встроиться это первое второе обязательно когда если вдруг вы отказываетесь от мяса ладно если на какой-то ну не продолжительный период да там на неделю на месяц на два это окей но если вы прям хотите отказаться на большой период времени там допустим на полгода на год или вообще больше тогда обязательно нужно в рационе оставлять животный жир это либо жирные сливки сметана яичный желток сливочное масло обязательно добавлять хотя бы два раза в неделю что-то из этого потому что обмен веществ за много лет пока мы просуществовали до этого момента перестроился на работу именно на животном жире вообще изначально базово от природы у нас все заложено так чтобы обмен веществ у нас проходил на растительных маслах как раз таки холодного отжима когда вы начинаете замасливаться у вас наконец-то организм и тело начинает вспоминать его природную функцию обмена веществ и обмен веществ очень сильно начинает ускоряться потому что от природы обменка происходит на маслах но так как много лет до этого мы не принимали масла нарушали правила питания не знали совместимость биоритмы и так далее телу просто пришлось перестроиться на работу именно на животном жире и поэтому когда вы переходят отказываетесь от мяса нужно оставить животный жир чтобы в теле было топлива для обмена веществ вот это то что единственное я сейчас вам могу посоветовать и именно по той причине что люди этого не знают они отказываются от мяса они перестают полностью употреблять животный жир а потом удивляются почему у них сыпятся волосы сыпаться ногти и потом говорят что вот я там стал веганом на какой-то период времени и типа там испортил все свое здоровье так правильно сначала тему изучи приди к маша например все встроив себя и иди и кайфу вот какой идеальный завтрак на подкасте сейчас сыр и являются животным жиром верно сыр тоже да но не совсем потому что сейчас сыры которые у нас продаются в основном это полная химоза то есть редко вы найдете сыр именно качественный именно вот такой который приготовлен как говорится по госту как положено то есть сейчас это там всякие заменители крахмал пальпа моим а масло и так далее поэтому лучше все таки вот даже сливочное масло это будет лучше так такой идеальный завтрак на подкасте я уже затрагивала эту тему и говорила о том что проблема людей в том что они думают первое что завтракать вы знаете как нас бабушки и мамы тому все учили что давай там завтра каша ты же там богатырь тебе нужна энергия поэтому завтрак это обязательно и как можно больше так вот это на самом деле глубокая ошибка потому что организм человека начинает функционировать по законам природы мы такой же природный элемент как и все в этом мире и поэтому наш организм включается в работу постепенно вот солнце у нас поднимается птички начинают пейда как-то жизнь люди начинают куда-то идти вот так же и у нас и организм начинает постепенно просыпаться и когда вы только-только проснулись вы еще не готовы к тому чтобы есть яйца например или какие-то тосты или бутерброды да это распространенные наши все завтраки то есть это конечно да окей но чуть попозже хотя бы там через пару часов после того как ты проснулся когда у тебя активировались все твои системы кровообращения и так далее но перед этим если вот вы будете завтракать то есть первое что попадает в организм после сна вот просто внедрите что-то сырое растительное фрукты овощи соки смузи кокосовая вода даже классный какой-нибудь травяной чай можно с медом в них тоже очень много аминокислот содержится просто съешьте это вот как знаете как относиться к этому как ритуалу вот вы же ходите зубы чистить и да каждый день и поэтому у вас зубы там красивые белые не выпадают потому что вы уделяете этому две минуты с утра вот первый завтрак это также просто уделите этому две минуты что-то полезное в себя съесть и тогда у вас будет топлива для энергии на весь день это уже вас круто бустанет по энергии по состоянию кожи по тому вообще как вы чудо у вас даже режим сна блин изменится то есть вы начнете даже засыпать раньше вставать соответственно тоже раньше отвлекает отвлекаясь на комментарии слегка но в общем еще раз что-то растительное сырое я вот сейчас на бале у меня сейчас прям ритуал что первым делом в меня залетает кокос в плане что вода кокосовая прям я выпиваю целый кокос и вторым делом это драгон фрукт это ритуал если я в россии то у меня это обязательно сок сельдерея и потом я уже там смотрю тоже либо у меня какие-то смузи зеленые и так далее либо какая-то обычная еда ребят в инстаграме не отвечаю не читаю комментарии переходите в телеграм-канал в шапке профиля ссылка там спрашивайте так подкаст идеальный захотелось тебя еще изучить ну круто круто я когда шла на подкаст я прям намерение заложила что вот как сейчас нужно людям пусть вот в таком виде через меня и пройдет информация возможно это было действительно нужно потому что я везде не вещаю на тему в основном там похудения или о том о чем у сережи говорили то есть я как-то все равно беру более такие глубокие темы но вот возможно да сережа из меня вытащил прям такие какие-то базовые которые понятны будут каждому я сейчас вообще дойду до этой темы и до чищения и до всего до всего у нас с вами много времени еще полтора часа впереди маша сейчас у меня сибория кожи головы и в целом сухость кожи поможет ли мне твоя система ребят вот все ваши вопросы дальнейшие по поводу того а поможет ли мне ваша система если у меня это а если то а если сё а если пятое десятое я скажу так если вы хотите быть здоровым человеком и не только сейчас а когда вам будет и 50 лет и 70 лет и 100 лет если вы хотите прожить дольше на десятки лет если вы хотите каждый день просыпаться в энергии если вы хотите чтобы через ваше тело проходил поток информации чтобы здесь вот не было забито потому что когда организм зашлакован тогда у нас на уровне вибрации вот здесь не проходит энергия то есть информация сверху в виде идеи в виде знаний в виде ресурсов она просто не заходит в тело и вот если вам это все нужно тогда вам по-любому ко мне а если вы хотите там рано или поздно испытывать какие-то непонятные состояния депрессии болезни отсутствие энергии более короткая жизнь и так далее но тогда вам не ко мне вот и все сиборея это проявление наружу избытка слизи в организме все куда берется из-за несовместимого питания из-за того что человек никогда не очищается из-за того что у него в рационе очень много слизи образующих продуктов кстати вот давайте даже лайфхак дам всем вот у кого сибореи аллергии очень часто заболевания связанные с отходом слизи то есть отхаркивание какие-то гаймориты тогда прочитайте книгу бесслизистая диета арнольд эрот и вот для вас откроется вообще целый мир почему у меня люди которые приходят там которые я всю жизнь болели например аллергией отеком квинке у меня за две недели у них все проходит или дерматиты да вы видели какие просто там огромные человек там семь лет в клиниках европы просто в дорогостоящих лечит ничего не помогает ко мне приходит у него за три дня это проходит почему-то потому что все с чем ко мне приходят люди это проявление наружу загрязнение если тело чистое тогда никаких нигде не будет проявлений это просто нужно понять и осознать если с телом что-то не так значит вам ко мне если с вами все так вы хотите еще лучше значит вам ко мне если вы хотите тело содержать в чистоте чтобы у вас проводимость энергоемкость было больше вам ко мне а энергоемкость это в том числе то сколько вы в целом можете принять денег свою жизнь блин короче я сейчас конечно про все про все про все быстро но вы у меня здесь адекватная аудитория зашла такая осознанная вы по-любому понимаете что я говорю то что чистота тела она полностью через себя проводит энергию и а энергия что делает она материализуется поэтому чем больше ты способен через себя энергии провести тем больше у тебя на материи всего проявляется и проявленности и идей и деньги приходят и клиенты идут и так и сяк то есть понятно да когда у нас в теле ну то есть тело вот здесь все на уровне физики зашлакована через нас просто это не проходит и ты можешь даже упираться финансовый потолок постоянно доходишь до одной суммы упираешься и все да что ты будешь делать упираешься и все уже бизнес поменял на другую работу устроился опять дошел до определенной суммы и опять уперся почему потому что это твоя энергетическая пропускная способность и здесь можно ходить очень долго туда-сюда а можно просто почиститься и стать вот этим чистым проводником который просто проводит бесконечно кто у меня кстати на курсе очищения был или на любой другой программе вот напишите пусть тоже другие почитают что любая очищающая программа потом работает на то что каким-то магическим образом у людей происходит волшебство муж начал дарить подарки деньги пришли из ниоткуда прошла меню доход увеличился в восемь раз деньги непонятно откуда приходят ну вот такие сейчас фразы помню из отзывов почему ну вот ответ вам так давайте дальше пойду новичку с чего начать чтобы прочувствовать и получить свой первый опыт по совместимости продуктов если вы хотите смотря что вы хотите то есть аудитория делится на два типа первое это те кто хочет обучиться совместимости продуктов то есть вы пришли обучились получили знания в виде просто прям систему в виде таблиц умножения на всю жизнь и вы уже не зависите не от меня не от диетологов не но не от нутрициологов не от кого вы получили базу знаний совместимости пошли и сами можете выбирать себе продукты и делать из них любые рецепты открывать меню и понимать что можно что нельзя то есть ну у вас полностью руки развязаны все либо кому-то удобней наоборот получить прям структуру на день которую я даю виде рецептов на 14 дней и и о понятно типа в обед вот это хочу выбрать на ужин хочу вот это выбрать и так далее и плюс еще меню она не только по совместимости идет в меню вообще вшиты все на самом деле правила питания которые я транслирую она не внутрь вшиты не в плане знаний а в плане самих рецептов то и знания в меню вы не получаете то есть вы в целом все равно вот находитесь в каком-то неком ограничение так это назову и как обычно бывает люди заходят сначала на меню начинает его проходить получают результаты потом о классно работает и иду дальше обучаться тем более что в течение 60 дней стоимость меню можно потом учитывать в стоимость дальнейшего обучения и в меню у нас вшитая не только совместимость а еще также и курс очищения но такая демо версия сейчас объясню просто для новеньких я это подробно объясняла на вебинаре но быстренько вам расскажу вот смотрите меню на 14 дней получается вот у нас идет семь дней раз два раз два три 4 5 6 7 это первые семь дней и вот вторые семь дней раз два три 4 5 6 7 и что вообще есть меню по совместимости вот вы открываете первый день вот-вот первый день открыли и вам дается на день 15 вариантов приемов пищи на разные предпочтения нара на разные вкусы на разную на разную вовлеченность в приготовлении то есть там кто-то может заморочиться прям приготовить потратить на это время у кого-то нет времени он хочет выбрать вот быстренько здесь вот и сейчас и то есть там это все предусмотрена если вы не хотите готовить там можно всегда найти те варианты приема пищи которые можно заказать найти в ресторане и так далее то есть из любого если вам какой-то ингредиент не нравится из любого рецепта это можно просто убирать добавлять нельзя а убирать можно и того представьте 15 вариантов приемов пищи Здесь, 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 здесь и здесь. И потом также еще на вторую неделю. И это еще не все. А вторая неделя еще дается в двух вариантах прохождения по мощности программы. Light и medium. Вот, light и medium. И здесь вот вы первую неделю прошли, у вас уже организм почистился, потому что совместимость очищает организм. При этом вы питаетесь вкусно, вы не считаете калории, вы не едите по времени. Вы просто действуете по чувствам, опираясь на мою систему. Раз, и потом на второй неделе вы выбираете для себя программу. Либо вы идете на light, она схожа, в смысле не схожа, а по мощности она такая же, как первая. Либо на medium, там мы сильнее именно уходим в очищающие дни. И что такое очищающие дни? Это как раз-таки вот здесь вот три дня в системе, посередине вот здесь и вот здесь. Это дни очищения. Это те дни, когда мы убираем животный белок. Здесь присутствует приготовленная еда, там и крупы, и различные гарниры, ну то есть и овощи, там чего только нет. Но сам факт, что на три дня мы отказываемся от животного белка. И вот здесь вот такой самый мощный очистительный день посерединке. Вот. А тут вы уже выбираете программу. И то есть представьте, что в итоге получилось. 15 дней на каждый день. А здесь еще и два варианта мощности программы. То есть по факту 15 на одной и 15 на другой. Итого вот это все меню на две недели, оно у меня составляет более чем 315 рецептов приемов пищи. И то есть если вы потом его еще будете повторять вторую неделю, третью, четвертую, пятую, я считала, что человек, даже если ни разу не повторится в рецептах, ему вот этой системы хватит на три месяца. Если ни разу не повторится в рецепте. Вы представьте, вот насколько это гениально. Но как показывает практика, люди заходят, проходят круг 2-3, но потом понимают, блин, все, как бы я больше не хочу находиться именно в системе меню. Ну, я хочу обучиться все-таки, да, правилам и просто пойти, разрезать себе руки, жить свободной жизнью, кайфовать и иметь классные результаты. Ребята, вот кто у меня меню проходил, вот сейчас здесь в Телеграме напишите, как вам вообще этот проект и какие результаты вы там получили. Пусть другие почитают. И вот старенькие мои, любименькие, давайте обратную связь сегодня, пожалуйста, побольше, потому что новенькие и будет ценно, если вы сегодня будете отдающими и делящимися. Так, окей, понятно все? Идем дальше. Поэтому, что делать новичку? Либо идите на меню, либо идите сразу на обучение. В обучение, кстати, меню автоматически идет в подарок. Так. Я в питании немного прокачана, и голодовки, чистки разные проходила. Лучше начать с меню или все же с курса очищения. Но если вы уже чистились где-то, когда-то, с кем-то в целом, имеете такой опыт, неважно, как бы, насколько он был профессиональный или непрофессиональный, потому что у каждого эксперта свой подход, то я все-таки бы рекомендовала пойти начать с курса. Почему? Вот я когда захотела в своей жизни очиститься, мне лично вот по чувствам внутри захотелось очиститься, потому что когда я вообще поняла, что творилось все эти годы с моим организмом, когда я питалась не по совместимости, никогда в жизни не чистилась, у меня было все тело в прыщах, плюс 15 килограмм, непонятное состояние, какая-то депрессуга, постоянно хочется в себя закинуть какие-то допинги, там, кофеин, энергетик, чтобы как-то себя раскачать с утра, пойти на эти тренировки, которых просто бесконечное количество. Чтобы вы понимали, ну, я в день по шесть тренировок вела групповых и еще помимо этого в тренажерке персонально вела. Ну, это была жесть, конечно. Нет, я благодарна супер этому опыту, он меня прокачал точно в коммуникации, точно в общении, точно там в силе, в выдержке, в какой-то системности. Это понятно, меня это построило как личность. Но тогда, когда я просто сижу и понимаю, что, блин, во мне столько всего, я прям на ментальном уровне почувствовала, блин, я хочу очиститься срочно, просто бегом хочу чиститься. Я пошла очистилась, а потом уже на чистое тело начала сверху накладывать вместимость, чтобы поддерживать чистоту. И раз примерно в три месяца я начала уходить на чистки. И что было самое интересное, что первый раз я пошла именно за какими-то такими физическими и, ну, такими энергетическими результатами. То есть просто было интересно попробовать, а как это сработает на моем теле. И что, значит, я имею на руках по итогу. Я очистилась, две недели я тогда этому уделила. У меня курс очищения семь дней, но его многие люди повторяют два раза подряд, потому что, ну, по кайфу многим две недели это делать. И я очистилась, потом начала питаться по совместимости. И получается как? Вот мои студии фитнеса закрыли на карантин. Вот как раз у меня освободилось время вообще для какой-то новой информации, для нового опыта. Я начала вот изучать тему совместимости и очищения. Почистилась, потом питаюсь по совместимости. Примерно через месяц у нас открывается студия. Я прихожу к своим клиентам, которых я там тренирую, ну, очень долгий период времени. А они меня просто не узнают, потому что приходит просто другой человек, похудевший, отдохнувший. Классно выгляжу я просто, ну, у меня омоложение лица произошло. То есть я в 25 лет реально выглядела, блин, на 35. А сейчас мне 32, и я сейчас выгляжу лучше, чем тогда. В общем, вернусь к теме. А, и меня увидели клиенты, и они просто говорят, Маш, короче, нам не важно, что ты там с собой делала, сделай с нами то же самое. И тогда я собрала свой первый марафон. Маленький, но собрала. И вот с того времени я начала этим заниматься. Первые два года не особо этому уделяла внимание, потому что у меня был оффлайн-бизнес и все такое. Но вот последние два года я решила, что этому миру эти знания нужны, потому что это не только физика, это не только похудение, но это и просто избавление от всех заболеваний, от всех проблем. То есть если вы зайдете в отзывы, вот у меня есть специальная страница, прикреплена везде в моих шапках, результаты клиентов. Туда заходишь, если вы прям полистаете, вникните, посмотрите, вы просто офигеете, насколько это круто. И поэтому это нужно каждому человеку. Даже если он думает, что ему это не нужно, рано или поздно будет нужно. Вот, что-то я там ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, у меня прям льется информация вообще, вам как? А, я не закончила. И, значит, сначала я пошла, ну, за чем-то таким физическим. Но вопрос встает, ну, как бы окей, но ты же уже вот сразу получила крутой результат, ты уже его там сохраняешь 4 года, питаешься, ты все ешь, ни в чем себе не отказываешь, при этом ты там весишь, как в девятом классе. Как бы нахера ты дальше там идешь чиститься? Зачем тебе это, да, там каждые 3 месяца условно? Иногда я реже очищаюсь, но тогда я делаю более продолжительную чистку. И потому что я, в общем, испытала некий трип, когда я первый раз чистилась. Я первый раз в жизни, а мне тогда было 28 лет, вот за 28 лет я первый раз в жизни поняла, что такое чувствовать жизнь. Когда я просыпаюсь, причем я рано стала просыпаться, потому что на очищение организм просто вот так просыпается с восходом солнца. там в 5-6 утра я просыпаюсь, я подхожу к окну или на балкон, смотрю на этот мир, короче, и плачу просто от счастья внутреннего, без причин. Представьте, на улице карантин, все в депрессии, все там в какой-то панике, а я просто вот просыпаюсь, и меня распирает от того, просто от факта моего существования. То есть я никогда в жизни это не испытывала, когда мне просто кайфово. И это реально такое счастье. Это можно сравнить по ощущениям, я не знаю, с какой-то, с какими-то допами, которые люди обычно используют, там, едят что-то или и так далее. Но это было просто вау. Это был конкретный трип. Я в этом состоянии находилась постоянно, просто в каком-то космосе. Это нереально. И вот, а когда я как бы выхожу из чистки, да, на совместимое питание, у меня просто классная энергия, у меня ясный мозг, но как бы я все равно такая более так заземленная. Но это тоже нужно, потому что заземляться нужно. А потом, когда я хочу вернуться в то состояние, обнулиться, перепрошиться и снова стать таким чистым листом, я иду и снова очищаюсь. Это первый момент. То есть для состояния и для вот этого вот кайфа по состоянию. И вообще, каждый человек, кто хотя бы раз у меня чистился, он это не может больше развидеть. Он все равно рано или поздно опять повторяет. У меня были люди, которые по 10 раз ко мне приходили на курс очищения, потому что, ну, это реально кайф. И на подкасте, кстати, я плохо, ну, не то что плохо, в смысле вообще практически не раскрыла конкретно курс очищения, но это прям мегапрограмма. То есть меню, ну, это все понятно. Структура на день, ты там все выбираешь, готовишь, ешь, все понятно. Обучение совместимости тоже все понятно. Это там три лекции, правила питания, биоритмы природы и совместимость продуктов, ты это изучил, ну, все понятно. Просто пошел делать. А вот курс очищения – это просто эта мегапрограмма, которая охватывает не только твое тело, а еще и все вокруг, и ментальная часть, и чего там только нет. Я даже, наверное, сейчас открою, как бы, сама для себя, чтобы вам просто, знаете, спойлернуть, потому что у меня нет какой-то презентации, чтобы вам рассказать, но просто знайте на будущее. Так, вот вы просто сейчас офигеете, реально. У меня там только моих вот голосовых подкастов больше 70 штук, которые обо всем перепрошивают все на свете. Итак, ну, у нас там несколько дней подготовительных, чтобы вы там успели ментально подготовиться, физически подготовиться, пространственно подготовиться, то есть там это все есть. Там закупиться, то, сё, вот это, ну, все начинается. Везде мои голосовые подкасты, то есть я прям сопровождаю этот процесс. Всегда даю задания на какое-то, на ментальное очищение. Вот там незавершенные дела мы все завершаем, чтобы, знаете, пойти в этот опыт, телесно переродиться, и чтобы квантовый ты тоже переродился и скинул вот все вот эти хвосты. То есть мы сначала с этим планом работаем. Потом большой вводный мастер-майн трехчасовое пропитание, про очищение, который дает базу знаний полностью про тело. Про энергию мы там качаем, практики я там даю, практику отключения от матричных программ. Постоянно это все сопровождается еще раз моими подкастами, видео и всем-всем-всем. И это, знаете, это несложно. Это не так, что вы там будете три часа изучать. Нет, нет, это буквально вы выделили там 20 минут, это все послушали, и это вам очень круто сопровождает и помогает. И в середине я дала эфир по проявленности структурной, то есть чтобы вы еще и получили знания в проявленности, в блоге, в монетизации, в масштабировании. Вот просто не только чистились, да, но еще и умели потом всю эту энергию круто пойти и заземлить. Так, плюс у нас курс очищения проходит в трех вариантах. Это лайтовая очистка, средняя и мощная. То есть вы всегда можете выбрать, и у вас все три варианта остаются с вами на всю жизнь по факту. Вы еще не устали от меня в плане, что у меня реально прям льется поток информации. Просто слова идут, я даже паузы не делаю. И в конце еще у нас завершающий эфир, где я полностью людям даю понимание того, как жить дальше, как очищаться, через какие способы, а как долго этому посвящать время, а как правильно это делать. А если не семь дней, то сколько? А как питаться, если я хочу есть все? А как праздники? А как алкоголь? А как сохранять энергию? Ну, то есть там просто про голодание, допустим, если кто-то хочет когда-то поголодать, как это сделать, и как оно вообще влияет на тебя и на твой физический план, и ментальный план, и вибрационный план. Вот такие дела. Если вы сейчас заранее ваш вопрос... А, сейчас доскажу. Еще у нас новогодний эфир прикреплен, где мы проводили перед Новым годом практики, когда мы в прошлом оставляем все то, что нам не нужно, и берем с собой в будущее то, что мы загадываем и закладываем намерения. Мы это проводили перед Новым годом, но это круто каждому человеку провести, на свое обновленное тело сесть в эти практики и все это сделать. Каждый день там рекомендации по питанию, по тому, по сему. Дополнительно вы проходите антипристарную программу. Ну, короче, вот это кажется, возможно, сейчас сложной, но это суперлегко, потому что вы зашли в канал, это все в канале. Изучили информацию на один день – сделали. Пошли дальше – сделали. Просто в доверии, без мыслей. Вот что сказано, то делаем, что сказано, то делаем. Эфирчик дали, посмотрели. И вы неистово кайфанете вообще от этой программы. Так. Что-то я хотел сказать, но не сказала. Ну, да ладно. Ну, в общем, вы поняли, да, что вот курс очищения – это, конечно, вообще. Я обожаю. Да, я все свои программы обожаю, как бы без лести говорю. Так. Сейчас я вернусь в канал. Живу в Германии. Возможно, купить продукты. Да, конечно, у меня 70% людей, все живут где-то за рубежом. По ценам. Меню – 11 тысяч, обучение совместимости – 33 тысячи, курс очищения – 55 тысяч. Если вы берете все комбо, это стоит 77 тысяч рублей. 77 тысяч рублей стоит вообще ваша новая жизнь. Так. Сейчас я вернусь к вашим вопросикам. Да, ждите. Как раз я чуть-чуть отдохну. Нам еще нужно много чего сегодня обсудить. Мария, несмотря что не раскрыли, это все равно в подкасте считалось. Круто, спасибо. Какие сладости можно есть? Да, любые сладости можно есть, если вы это делаете по тем законам, которые я вам говорю. Просто для каждого продукта всегда есть время, когда его можно наиболее безопасно употреблять для своего организма. И совместимость – все. То есть у вас есть два пути. Вы можете всю жизнь отказываться от сладкого и якобы быть на правильном питании, но у вас совместимости нет, вы засираете свой организм, у вас не переваривается должным образом пища, у вас страдает желудочно-кишечный тракт, дальше это все откладывается в кишечники, превращается в слизь, в паразитов. Паразиты просят еды, то есть зажоры, кишечник забит весь в слизи, поэтому эпителий не всасывает питательные вещества, то есть организм истощается изнутри, то есть нет энергии и так далее и тому подобное. Но, казалось бы, вы на правильном питании. А можно вот здесь ни в чем себе не отказывать. И если я захотел, то я съел, но так как я знаю законы, системы под названием тело, и я следую этим законам, то у меня тело, оно будет и само очищаться изнутри. И вот как раз-таки здесь наиболее благоприятная среда для организма. Поэтому здесь вот выбор. И, кстати, когда тоже я своим говорю, кто ко мне всегда заходит, смотрите, многие люди живут в парадигме ограничений. Вот, оправдали, что нельзя сладкое, оправдали, что нельзя это, оправдали, что нельзя то. То есть всегда у нас такие, знаете, запретные всякие штуки, типа сладкое, жирное, мучное, фастфуд. Он якобы находится в такой системе, что это запретно, это плохо и так далее. Но когда вы, допустим, узнаете мои все правила, которые я даю, вам с этого момента становится можно все. А когда вам становится можно все, тогда для вас это больше не запрет. И тогда у вас есть четкая связь со своим чувствованием, а что же я на самом деле сейчас хочу. Потому что у вас уходит зашоренность из головы, что вам чего-то нельзя. А когда она уходит, у вас прекращается мнимое понимание того, что вы хотите. То есть, к примеру, раньше вы бы сидели и думали, ой, блин, там хочу какую-нибудь гадость сожрать. Вот сейчас бы вообще сожрало, а оно мне нельзя. А когда это все уходит, вы вот сидите, допустим, там в ресторане, на меню смотрите. Ну, давайте что возьмем, там хачапури, например. И вы понимаете, что да, я могу его съесть, если я сейчас хочу. И вы начинаете задавать себе вопрос, а действительно ли я сейчас хочу? И вот тогда, типа, вам ответ придет, либо нет, либо да. И чаще бывает нет, а бывает и да. Но если да, так как вы знаете совместимости, вы начинаете есть по совместимости, то вам этого хачапури немного надо, чтобы наесться. И вы перестаете переедать. Для вас, то есть, больше нет запретов. Вы всегда понимаете, что если я сейчас хочу десерт, а точно ли я его хочу? Потому что вы понимаете, что вы и завтра можете его съесть, и послезавтра. Вам вообще пофиг становится. Так, ладно, давайте дальше. Чистка включает в себя полное голодание. Да вы что? Нет, конечно же. У меня вообще самая идеальная, самая лояльная, самая качественная система, еще и работающая при этом. Поэтому там каждый на самом деле для себя найдет то, что ему нужно. Быстро рассказываю, чтобы нам еще не только про курс поговорить. Я уже сказала, что курс я даю в трех мощностях. Первая мощность, вторая мощность и третья мощность. На первую мощность я рекомендую идти тем, кто вообще ни разу не чистился, либо не уверен в своих каких-то силах еще в чем-то, или просто, не знаю, может, побаивается, например. Вы туда заходите, проходите курс, там абсолютно нет никаких голодовок. Там питание у нас плавное погружение, потом само очищение, потом плавный выход. Все это варьирует с питанием. Вот, здесь голодовок нет 100%. То есть там вообще рацион похож на обычный. Там даже не по-моему, а точно первый и в последний день даже есть животный белок на обед. Так, на второй системе уже животного белка нет. И здесь у нас посередине мы уже уходим на такое более сыроеческое питание. Ну, то есть это более мощная чистка. Но опять же, голодовок здесь нет. А вот на третьей чистке у нас также идет вход, очищение, выход. И вот здесь только на третьей чистке у нас есть голодание на выбор любое, которое человек выберет. Там либо условное, либо еще другое. Там все, я об этом рассказываю. И у вас вот эти все системы остаются. Поэтому я всегда рекомендую, что если ты вообще, капец, как только хочешь попробовать, еще не уверен или еще какие-то причины, ну, иди на первый вариант. Поймешь, что там все окей, вообще расслабишься, и потом спокойно будешь другие... Ну, во второй раз будешь другую программу проходить по другой мощности. Вот. Но вообще в целом у меня в основном все идут на вторую мощность. И кто-то идет на третий, кто уже как бы либо у меня был, либо еще где-то был и так далее. Так. Тут вот вопрос есть. Хочется узнать, возможно, как самим почиститься. Возможно, изучить какую-то литературу. Вы можете изучать очень много литературы по чистке. Но почему я вам скажу, что просто придите раз ко мне и поймите, что вы хакнули эту жизнь. Потому что вообще вот в нашей жизни до меня были классные люди, которые очень круто транслировали определенную тему. К примеру, Марва Огоня, она транслировала, что... То есть у нее и клиники очищающие были, и очень много книг написано, и очень много на Ютубе всяких. Даже можете забить там, послушать. Очень много информации. Они такие все старые записи. Но то, что она говорит, это, конечно, вау, супер. И она изменила жизнь просто огромным тысячам людей. То есть Марву знают все. Это доктор медицинских наук. И у нее система, что у нее там чистки на травах, 21 день, там трава такая, трава секая, трава такая. Ну, то есть там в целом это все голодание. Но это круто работает? Это круто работает. Вот, к примеру, Марва Огоня. Дальше идем. Я сейчас подытожу в конце. Есть такой человек, ученый Колин Кембелл, который 30 лет изучал тему биоритмов природы, изучал тему животного белка, как это все влияет на организм, на здоровье человека, на очищение тела. То есть он этому посвятил 30 лет. Это огромное исследование. Об этом написана очень крутая книга, которую не просто можно, а нужно прочитать каждому человеку. Просто для себя, для своих детей, для своих близких, для своей энергии, здоровья и так далее. И круто эта система работает. Круто работает. Но теперь смотрим. В системе Марва была система второго человека? Не было. А в системе второго человека была система очищения? Не было. Окей, запомнит. Третий момент. Беслизистую диету уже говорила Арнольд Эретт. То есть это еще отдельная наука по слизи в организме. Опять же, здесь это было? Нет. Здесь это было? Нет. Здесь это было? Ну а здесь это было? Да, но не было всего другого. Идем дальше. Дмитрий Лапшинов. Очень крутой мастер, носитель шести или семи традиций. Просто его на Бали здесь знают. Он просто собирает огромные залы. В каждой его фразе, слово «все, что он несет в этот мир», это просто навес золота. Можете тоже в Ютубе забить, послушать и так далее. Как раз-таки тема масло, замасливание, дыхательных практик, ощелачивание организма. Он вообще, кстати, проноед. Он 4 года вообще не ел еду. По-моему, даже не пил. То есть впитался человек энергией. Представьте. То есть он вообще такой прям очень... Человек на совсем другом уровне. Так, вернусь сейчас фокусом, отвлеклась. То есть у него вот эта система с дыханием очень классная. Потому что на самом деле только через дыхание можно так прочиститься, что мама, не горюй. Я даже когда начинала чистить уже других людей, я первое время дыхание не использовала, потому что я даже опасалась в том плане, что могут очень сильные подняться очищающие процессы в теле благодаря только дыханию. И не всегда человек к этому готов. Но потом потихоньку на себе протестировала, на людях протестировала, которые такие мощные. В целом, ну, все зашло. Я это соединила. Все в таком гармоничном для организма комплексе. То есть вот идет Дмитрий Лапшинов со своими дыхательными практиками, с замасливанием, с маслами. И вообще очень много всего он говорит. Есть ли у него все то, что было впереди перечислено? Нет. Но то, что он делает, это пипец как круто. То есть одни его практики способны восстановить печень, которую врачи хотели удалять, например. Ну, это реальные примеры. Даже зубы у людей коренные заново вырастали. Такие примеры есть. От рака избавлялись и так далее. Вот представьте, вот эти все люди это самые лучшие люди в мире, которые были до меня в плане вот всей вот этой вот познавательной темы. Они по отдельности классные все, охеренные. Просто спасибо, что Бог их создал. А у меня это все, во-первых, изучено, взято, приведено к системе, к понятной, к гармоничной для тела. Потому что я, допустим, когда начинала первый раз очищаться, я была бы не готова в этом 21 день чиститься и так далее. Потому что я как бы, ну, люблю, знаете, без заеба. Я же не зря эту фразу говорю. И в моей системе вот все собрано и упаковано как пакет всего. И законы чистки, и законы биоритмов, и белок там везде, где нужно, и как нужно, и дышим, и то. То есть вот просто комбо-набор. Вот представьте, насколько это ценно и круто. Сколько это стоит, на самом деле, если оценить? Да это просто, это без... Это невозможно оценить, насколько стоит то, что есть у меня для вас. Вы пока еще сами, возможно, не осознаете просто. Ладно, давайте дальше. Во время очищения пищевые привычки меняются в лучшую сторону. Интересно, почему? Так все понятно. У вас очищается организм, у вас очищается автоматически на биохимическом уровне эпителий кишечника. Именно эпителий кишечника всасывает все питательные вещества. Вы начинаете их всасывать, вы напитываетесь изнутри, и у вас тело и мозг больше не просят, что жрать всякую хрень. Уходят из вас паразиты. Автоматически что? У вас мозг больше не просит жрать всякую хрень, потому что именно паразиты это все просят. Так вот, поэтому пищевые привычки, конечно, меняются. Ну и вообще в целом успокаивается беспокойный мозг, появляется больше связи с собой, открывается чувствование. Это на самом деле очень такой духовный процесс. Вы не думаете, что чистка – это для тела. Тело – это мешок телесный, физический, который вы видите. А то, что еще вокруг 7 тел, а то, что мы – это вообще вибрация, энергия. И это все об этом. Как отказ от мяса влияет на энергию? Ну, если отказываться грамотно, то положительно, если не грамотно, то неположительно. Вот так влияет. Так. Проблема с ЖКТ. Застой желчи. Можно ли мне пить сок сельдерея, пить жижу? Прочитайте книгу сельдерея. Вот сюда же, кстати. А, я еще забыла дополнить вот эту всю систему, которую я сейчас, да, перечисляла про людей. Еще у меня, ну, лайфхаки, самые лучшие взяты еще откуда-то. И из того же Medical Medium. Но Medical Medium, я к нему на самом деле отношусь, ну, не очень, потому что они там используют различные витамины, БАДы, то-се. То есть я из Medical Media взяла только лишь сельдереевый сок натощак. Это очень круто работает. Если вы прочитаете книгу сельдерея, вы просто побежите за соком сельдерея. И на самом деле, вы знаете, мозг людей так устроен, интересно, вот настолько нас накачали всякой ненужной информацией и пониманием, потому что вы никому не нужны здоровые, счастливые, богатые в связи с собой и так далее, что вот когда у человека, допустим, проблема с желудочно-кишечным трактом или вообще любая, он такой сразу, блин, а можно ли мне пить сок сельдерея? Пробед, поставьте сок сельдерея. Ну, это вообще что? Это просто, блядь, сок сельдерея. То есть люди не спрашивают, типа, блин, а можно ли мне жрать не по совместимости, а то у меня ничего не будет впитываться, я не буду вообще получать питательных веществ, а соответственно я буду истощаться, а еще у меня все будет в слизи внутри в кишечнике, а там паразиты будут во мне развиваться, размножаться, срать и какать во мне, и мой организм будет мусоркой, а потом я приду к сбою, а потом у меня будет куча болезней. А не страшно ли у меня есть не по совместимости? Ну, так люди не спрашивают, да? А можно ли пить сок сельдерея? Блядь, почему-то спрашивают. Вот это мне непонятно. Но это, смотрите, опять же, я не конкретно, да, отвечаю сейчас на данный вопрос, там, конкретно этому человеку. Я вообще в целом говорю про общество, что сюр, просто сюр. И проблемы все желудочно-кишечного тракта берутся из-за несовместимости продуктов. Вы совместили одно с другим, что несовместимо, это попало в вас, это нейтрализовало ферменты, которые должны были это все переварить. Органам посылается импульс на то, чтобы они вырабатывали еще и еще и еще, и вот они все панкреатиты, гастриты, язвы, с желчным проблемы и прочее. Питаетесь по совместимости, забудьте обо всем об этом. Вот. Опять же, еще раз, теперь я внесу поправочку, что я понимаю, что проблемы с желудочно-кишечным трактом могут быть разные. у кого-то легкие, у кого-то острые, у кого-то свои особенности, и у вас есть лечащие врачи. Конечно, всегда лучше проконсультироваться, понять, в какой стадии сейчас ваше заболевание и так далее, прислушиваться, но не забывать, что у вас есть еще своя голова здесь тоже. И взвешивать правильно информацию здесь, здесь, чувствовать чувствами и делать так, как чувствуют. Вот, к примеру, я этот курс остается навсегда, но если вы его себе сохраните, а такая возможность имеется, то да, вообще доступ 90 дней. Мы сейчас про курс очищения говорим. Маша классная. Конечно, блин, спасибо. А, блин, я опять вот... Все, Инстаграм, не отвлекайте меня. Про что я говорила? Ну да ладно. Так. Хотя, блин, ну что-то интересное было, да? Ну вот я, собственно, и ответила. Вы самостоятельно изучали тему совместимости или где-то учились. Я так... Ветьма. Так. Насколько вы... Блин, вот было что-то интересное, вот не дает никакой это мусор. Блин, напишите мне там сейчас ниже, на чем я остановилась, я когда дочитаю, я вспомню и докручу, потому что было что-то важное. во сколько вы встаете, ложитесь спать. Вот когда я на курсе очищения, тогда вообще рано встаю. В пять, в шесть ложусь. Ну, если конкретно на курсе, вот на который я для себя делаю, ложусь поздно, потому что энергия прет так, что ты просто уснуть не можешь. и ты типа там спишь по шесть часов по пять и вот так вот просто какая-то тебя просто прет. Это... Но, смотрите, опять же, не у всех так работает, потому что прежде, чем прийти к такому состоянию энергии, изначально организму нужно потрудиться с тем, чтобы из тебя вывести все то, что там накопилось за всю жизнь. А это очень энергозатратный процесс. Поэтому у каждого индивидуально. У кого-то сначала нет энергии, но потому что организм справляется с этим со всем, а потом бьет энергия ключом. Когда он с этим со всем справился. У кого-то наоборот. Сначала бьет энергия, а потом поднимаются глубинные слои грязи и такой раз, как бы, ну, в какое-то время, допустим, на несколько дней уходишь в энергосберегающий режим. Такое тоже возможно. Но это все трансформация, это все путь, это просто нужно понимать, зачем я это делаю. Вот. Я всегда понимаю, зачем я это делаю. Я это делаю легко, с кайфом, для состояния, для энергии. Плюс я это еще использую в качестве эскезы на исполнение какого-то определенного момента или этапа или уровня в моей жизни. У меня всегда исполняется то, что я ставлю себе намерением на курс. Когда-то это была определенная сумма денег, которую я хочу зарабатывать, и только вот курс заканчивается, я в этот же день это зарабатываю. То есть это вот так работает. На количество подписчиков ставила. Вот. Получается, вот этой новой страницы в Инстаграме, я ее завела, когда вот на свою чистку перед днем рождения села. Так, и вот знаете, интересный прикол. Я чистилась перед днем рождения целый месяц. Страницу завела, когда начала очищаться. У меня за первый месяц на странице Инстаграм было около 10 миллионов видео. Примерно 10, если там отлистать назад. Потом, значит, у меня день рождения, я выхожу с чистки, и за следующий месяц, за второй, как вы думаете, сколько у меня миллионных видео? Ни одного. Ну, то есть они, да, там залетают, там, насколько-то там, но миллионных ни одного. Здесь 10, пока я чистилась, а здесь ни одного. Вот как работает энергия. И вопрос, зачем я очищаюсь, вот для этого, то есть когда мне нужно выйти на какой-то новый уровень, для нового состояния, для того, чтобы я больше смогла пропускать энергии через себя. так, давайте дальше. Жижа, потом фреш, потом завтрак. Вот завтрак какой. Но вот вы придите ко мне, допустим, на меню, и там для вас столько завтраков откроется. Просто невероятное количество. Или обучение по совместимости. Завтраки будете себе готовить, вообще любые, просто используя таблицу умножения для этого в виде совместимости. Сегодня 14-й день по меню. Энергия на высоте. Но очень сильно лезут волосы. Я не знаю, что с этим связано или нет. Хрещи повысыпали, очень похудела. Чего не очень хотела. Вот хоть, знаете, Косенко меня и захейтил на подкасте с моей фразой про то, что когда я людям говорю, если хотите похудеть, ко мне не идите. Идите к тренеру, к нутрициологу и так далее. Потому что у меня люди худеют не потому что что-то, а потому что тело чистое, а тело чистое, оно идеальное. Если у тебя был лишний вес, он уходит. Если у тебя не было лишнего веса, то ты просто можешь так подрельефнуться. Либо ты можешь чуть спунуть, пока именно чистку проходишь, но потом у тебя в любом случае это восстановится, когда ты вернешься на душу совместимости. Просто ты как бы понимаешь, зачем ты это делаешь. Так вот, зачем нужно понимать, зачем ты это делаешь? Чтобы вот таких вопросов потом не было типа, блин, я не хотела худеть, но я похудела. Так, ну и что? Потом это вернется, но зато это был энергетический трансформационный процесс, который, возможно, и невозможно, а точно добавит, как минимум много лет к вашей жизни. Но это стоило там килограмм, которые ушли? Явно стоило. И по поводу лезут волосы. Смотрите, еще, кстати, я когда почистилась в первый раз, у меня, по-моему, если я не ошибаюсь, через месяц где-то после этого лезли волосы. Но я четко понимала, почему. Да, потому что я изучила эту тему. Потому что, когда я была вся зашла, обракована и находилась в том состоянии, в котором находилась, ну, волосы, сейчас объясню, из физики и из энергии в том числе. Волосы, они как бы прикрепляются к нашему телу физически, к такому, которое оно есть. И вот когда я много лет жила в таком грязном теле, волосы как бы были к нему и прикреплены, да, по сути. Та же самая материя, только продолжение меня. Когда я почистилась здесь, ну, волосы я же не могу почистить. Они просто, то есть, организм внутри настолько перестраивается в процессах и в чистке, что лишние, знаете, вот эти дурные волосы, как говорится, покидают дурную голову. И они, ну, где-то неделю или две просто, я вот расчесываюсь, я видела, как бы, на расческе вот эти старые волосы. Почему? Потому что идет обновление волосяного покрова. То есть, старые уходят для того, чтобы у вас обновился волосяной покров. И у меня вот после чистки, когда я тогда четко понимала, почему это происходит, продолжала, как бы, всю свою идеологию, там, не боялась, не кричала, что, ой, все, это не работает, это фигня, или еще что-то. Потом, когда у меня прекратилось, ну, вот эти вот расчесывания с волосами, примерно через пару недель, я обратила внимание, что через 2-3 месяца у меня волос стало в 2 раза гуще. А когда я начала пить сок сельдрея, волосы просто, капец, какие густые становятся, поэтому пейте обязательно. А, и с энергетического еще аспекта. То есть, тут понятно, что идет обновление физики, обновление волос, а еще энергетический план, что волосы это проводники энергии. И они, в том числе, нас покидают после очищения, потому что вы обновились энергетически. А здесь энергия осталась старая, и она такая, блин, все, я не соответствую. Пришло время обновиться, пришло время новому. Так. Я давно практикую длительные периоды без еды и воды более семи дней или каскады с водой. Ощущаюсь восхитительной. Энергия, правда, нереальная жизнь прекрасна, но когда я начинаю кушать, то магия исчезает. Как оставаться в этом волшебном состоянии? Но я думаю, что как минимум, вы когда выходили из... Во-первых, непонятно, как вы туда заходили. Непонятно, как вы выходили из этой системы, потому что там тоже есть поэтапный выход, который еще важнее, чем вход, чтобы закрепить результаты энергетические по состоянию и физические. Если потом вы не знаете вот законы, которым нужно соответствовать в плане... Законы питания природные, вот биоритм природы, совместимость и так далее, то вы почистились, вышли и сразу такие загрязнились. Ну, конечно, энергия упадет. Это первое. То есть, если вы знаете мои законы и применяете их, у вас энергии всегда будет, хоть отбавляю, вы просто офигеете, как это работает. И еще следующий момент. Очень часто люди не теряют связь с реальностью, потому что у нас бывают моменты, когда нам действительно нужно отлететь вот в это вот состояние блаженствия, такая вся блаженная, я такая счастливая, всех люблю, а бывают моменты, когда нужно реально вернуться в реальность и заземлиться. А здесь в заземленном состоянии мы очень часто нужны как бы в адеквате. Ну, понятно, да? Вот. Поэтому нужно балансировать просто. Отлетели там за своими потоками, поймали энергию, посидели в блаженстве, у вас открылся поток творческих идей. Пришли на землю, пошли эти идеи воплощать. А когда вы сталкиваетесь с реальностью, бывают всякие ситуации, понимаете? Кто-то где-то накосячил, где-то нужно применить силу, ну, в плане там, своей личности, где-то нужно справиться с какой-то ситуацией и так далее. Это жизнь. Мы, блин, не в космосе живем, на планете Земля. Так, Сережа заземляет. Ну, Сережа конкретно заземляет. Но на самом деле я довольна подкастом. Вообще классно. Причем это был мой первый подкаст. Так. Можно ли мне пить жижу, если я голодал семь дней? Смотря какой у вас завтра рацион. Это от рациона зависит. Об этом я рассказываю на курсе очищения. Смотря какой тип питания у вас будет завтра. Если вы завтра начинаете есть, так скажем, привычную еду, которая там жуется, проглатывается, тогда да. С какого масла лучше начинать замасливать? Да с любого начинайте. Только оливковое я не рекомендую, потому что оно бесполезное и не особо качественное, особенно в России. Любые другие, да. У меня, кстати, на ютубе есть видео, во-первых, про замасливание. И еще у меня есть гайд про замасливание на моем сайте. Прямо бесплатно. Вы можете зайти на сайт, заполнить форуму и скачать себе гайд, потому что гайд у вас останется всегда как памятка, как чек-лист. Вы всегда туда зашли и посмотрели. Тын-тын-тын-тын. Где взять сайт? Либо в Телеграме в закрепе, либо в Инстаграме в шапке профиля на сайте. Скачайте, и у вас останется гайд. Там, кстати, написано, какие можно масла. А про масла уже почитайте либо просто в Гугле, кому какие подходят, либо у меня в закрепе Телеграма находите рубрику польза масел и читаете про каждое масло. Какое масло, в чем помогает именно телесно. Машутка, у меня к тебе вопрос. У моей дочери с двух лет аллергия крапивницы, ей 25. Сдавала анализы почти на все. Молочка, трава, цитрус, с чего лучше начать ей. Сменю очищения или сантипштальный программ? Антипштарная программа идет бонусом курсу на самостоятельное усмотрение. Хотите вы ее проходить бонусом курсу или нет? То есть смотрите, курс очищения можно пройти без антипштарной программы, курс очищения можно пройти с антипштарной программой, и это будет просто мощнее, глубже еще и печень почистится, и паразиты выйдут. Вот. Из головы тоже. Кстати, когда у нас паразиты выходят из нас, из головы тоже выходят все паразиты, потому что это одна цикличная система нейромедиаторов. Кстати, я никогда в жизни себя не чувствовала настолько спокойной, когда вот я первый раз в жизни почистилась, это вообще, то есть я до этого просто какая-то дикошарая была, ну, в плане не то чтобы неадекватная, но я постоянно была какая-то злая, что-то у меня все бессилили, я такая, вообще ненавидела весь мир, там, да, я, конечно, любила своих клиентов, которых я тренила, но в целом базовая, если посмотреть, вообще, такая была, такая вот все, на очищении я такая, капец, то есть состояние очень ровное. А, дочитываю вопрос, я сегодня какая-то сама, блин, наполовину отлетевшая, но я с массажа просто с полутора часового пришла. Я не воспользовалась правым спросить, когда проходила, оператор, напишите в отдел заботы, спросите, вам ответят, никто вас не пошлет куда подальше. Аллергия, вот все, у кого аллергия, прочитайте книгу «Бесслизистая диета», скажите мне потом спасибо. Так, аллергия, это просто загрязнение в организме, в частности, слизь. Не будет слизи, не будет аллергии. Почему после замасливания жидкий стул? Спасибо. Ну, может быть, вы либо неправильно делаете, либо вы много масла льете. Такого не должно быть. Подкаст все равно был супер, но мы знаем, что ты намного глупше. Даша, спасибо. Даша, у меня вообще все программы проходила. Я тебя уже по аватарке знаю. По готовому меню можно дальше понять, как самому питаться. Меню вы прошли? Прошли. Если вы потом хотите узнать, как самостоятельно питаться, вы идете и проходите курс под названием «Совместимость продуктов». И там вы узнаете все знания. «Я». Вы можете сразу идти на этот курс, там меню идет в подарок. Так. Так, я сегодня еще хочу не только темы чистки затронуть, а еще, как мы любим все. Поэтому не расходимся. Сейчас я дочитаю ваши вопросы. Еще я хотела поговорить про мышление. Возможность системы еще затронем с вами. У вас много подписчиков, но актива нет. Ну вот еще менее активно и сделаемую страницу. Вот. Прямо сейчас. Отписку сделай, пожалуйста. Так. Сейчас, ребят, 5 сек. Давайте я уже выборочно, а то мы сейчас про эти темы будем бесконечно разговаривать. Если тело, чистое волосы не выпадает, аллергии нет, а на туалетной бумаге слизь после того, как сходил в туалет. Потому что в книге дохрена слизи. У меня в канале закреплю. Нажмите на навигацию, посмотрите видео про кишечник. Оно прям там так и называется. Кишечник что-то. такое. А, и посмотрите, сколько там всего. Потом сами меня ответите, почему так. Маша, как избавиться от отеков? Очень много времени мучаюсь с ними. По совместимости... Все, начинаю заговариваться. По совместимости начнете питаться, отеков не будет. Отчистите организм, отеков не будет. Почему вообще берется отек? Я вам сейчас быстренько нарисую. Все, у кого отеки и так далее. Так. Если в нашем организме... Что-то какое-то качество размытое, или мне кажется? Странно. Ну ладно. Если в нашем теле накапливается грязь, грязь накапливается, первое, в результате несовместимости, второе, в результате того, что никогда не чистится более глубоко, в результате того, что он не питается по биоритмам природы, в результате того, что он постоянно жрет всякую херню, в результате того, что он пичкает себя химией, витаминами, синтетическими, БАДами, препаратами и так далее, тогда вот это вот все накапливается, слой грязи в организме. Куда ей деваться? Она расходится по организму и начинает капсулироваться в теле. Вот. Вот так вот она где-то у нас закапсулировалась. И так как у нас тело умная система, оно здесь же запасает примерно примерно столько же воды. Ну, то есть, вот эта вода. Для того, чтобы, когда наконец-то человек одумается, придет к Маше, изучит все вот эти стрелочки, сделает, тогда вот эта вода выведет, то есть, у организма появится энергия и возможность для того, чтобы самоочиститься. и тогда вот эта вода вычистит вот эту грязь из организма. И поэтому вот они ваши все отеки. То есть, отек это просто сигнал того, что в организме много загрязнений и, соответственно, много воды, потому что тело это умная система, оно воду запасает заранее. Так. О! Уже что-то интересненькое начинается. Сейчас. Нет, еще пока не начинается. Сейчас. Очень хочется очиститься, но очень дорого. А вот задайте себе вопрос. Вот, к примеру, у вас выбор. Вы знаете, мы всегда вот живем, 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 и мало кто задумывается о будущем. Ну, как-то думаешь, что, да, блядь, еще вся жизнь впереди. Ну, вот, к примеру, условно, у тебя такой выбор. Вот тебе точно говорят, что ты завтра не проснешься больше. Все, твоя жизнь подошла к концу. Ну, там, условно, там, в какой-то период времени. Все, ты завтра не просыпаешься. И тебе предлагают вернуться сейчас в эту точку и задуматься о том, а действительно ли дорогое очищение. Если бы ты, вот, будучи сейчас здесь, все-таки выбрал себя, узнал эти знания, начал это применять, и у тебя бы было еще плюсом дохрена лет к той точке, где ты можешь уже больше не проснуться. Понимаете? И все, кто говорит вот это вот, очень хочу очиститься, мне очень дорого, вы оцениваете не мой курс. Посмотрите, мои вот эти все знания, которые я там вам транслирую и так далее, мне на самом деле вообще все равно. Возьмете вы их себе или не возьмете? У меня есть просто условно рецепт вкусных блинов, которые я знаю для себя. Если он вам нравится, вы приходите ко мне и говорите, Маш, хочу твой рецепт блинов. Вот, я тебе заплатил, дай мне свой рецепт. То есть мне базово все равно, будете вы эти блины печь, вообще нужен ли вам мой рецепт или не нужен. И когда вы ставите какую-то оценку, насколько дорогие мои блины, рецепт точнее, вы оцениваете, ну, не мой рецепт, потому что неважно, он может, это знаете, как вот есть белая футболка на рынке за 200 рублей, в магазине там за 1000 рублей, а брендовая за 100 тысяч рублей. И вот люди могут стоять и обсуждать дешево, вот, допустим, 100 тысяч рублей, там, это дешево или это дорого. Кому-то это дешево, кому-то это дорого. А по факту футболка как была белая, так и осталась. Так, все, давайте, а теперь к интересненькому. Прошла чистку, у меня увеличился доход и исполнилась мечта, собственная квартира. Причем, 1 миллион за мою квартиру внесло государство и пришла еще помощь. Скажет, это чудо. Все огонь. Я на меню. Месяц. Огонь. Мария, сколько стоит обучение эксперт очищения? 222 тысячи рублей. Там два идет блока по личному бренду и по мастеру очищения. Они, каждый блок по 111 тысяч. То есть, можно пройти один, можно пройти второй, ну, и по раздельности. Но если вместе, базово, чтобы вы сразу и получали профессию, и еще шли, это все окупали, если вы хотите это нести в мир и транслировать, вот так же, как я. Потому что представьте, сколько нужно таких маш еще на население планеты. Вот тогда, конечно, идти сразу на комбо и чтобы у вас сразу были результаты. Так. Все, покупаем меню. Ну, ура. Можно купить меню с чужой карты. Да хоть с какой. Так. Я живу по меню, по кругу. Мне 43. Изменения в лице, теле, жизни. Дальше иду на очищение. Это магия. Мне дают 28 лет. У меня все молодеют, это просто невероятно от меню, а от курса очищения, тем более. Вы видели все. То есть, хейтеры там постоянно просто брыжут своими комментариями по поводу того, что это пластика пупка, это ботекс, это невозможно, этот человек просто сделал операцию. Ну, камон. А мы всего лишь просто, прикиньте, почистили за 7 дней. Так. Если не желчного пузыря, замасливание можно, но если начались запоры, продолжать ли замасливание? Здесь нужно сходить к врачу и проверить вообще, в какой стадии ваше заболевание и спросить именно там, потому что может быть различная точка А совсем, понимаете, у заболеваний очень много подводных путей. Поэтому здесь не нужно изобретать велосипед. Пошли и спросили. Здравствуйте. Я прошла курс очищения и избавилась от 10-летней аллергии в 32 года, когда пошла к Маше. Я антипристарную чистку раз в год делаю, а обычную раз в 2-3 месяца. Почувствую. Я была на чистке. О-о-о-о! Оля у меня еще и тренировалась, кстати, когда... Ну, в наши те были времена. Я была на чистке на самых первых твоих курсах. До сих пор восхищаюсь и придерживаюсь совместимости. Обязательно делаю раз в год чистку. Благодарна, что когда-то с тобой познакомилась. А еще хочу сказать, что ты самый лучший групповой фитнес-тренер. Вот. Собственно, до этого мы и дошли. Спасибо, Оля. Лей, лей, Маша, не жалей. Эйфория, кайп. Чувствую себя совершенно другим человеком с момента знакомства с Машей. Пришла очищение и совместимость. После появилось меню. После все меняется кардинально, да. Бывают моменты, когда сбиваешься с пути, но не забываем, что все зависит от нас самих. Супер, да. Спасибо. Да, заземляться надо. Согласна. Приобрела меню 2 декабря. Что первое поразило? Исчезла болезненная папиллома, которой было 10 лет. Запах фото исчез. Кожа увлажненная. Хожу без косметики теперь. Раньше красилась каждый день. Не пользуюсь кремами. С Машей бросила курить. Просто послушала. Один ее подкрылся. Каст из 29 ноября. Я не курю и не хочу. По телу могу сказать, что вес ушел. Сейчас опять на меню. Очень нравится, что на меню жрать не хочется постоянно. Насыщаешься. Хочется на нем жить. Хочу купить все продукты Маши. Мы твой кейс. И спойлеры не нужны. Так, про целлюлит. Расскажите, пожалуйста. Это вот то же самое, что про отеки. То есть, когда у нас тело зашлаковано, то грязь в том числе у нас расходится по организму, в наши ляшечки, в красивые жопочки. И потом они становятся не очень красивые, потому что там же запасается вода, и все это потом превращается в целлюлитную корку. И целлюлит уходит... Вы вообще видели, да? Вы вообще видели, заходили в результаты клиентов моих? Это же вообще просто жесть. Я иногда сама в шоке бываю. Я хотя уже ничему не удивляюсь, но даже я бываю в шоке, как проходит целлюлит. Так. Маша, есть расстрочка на самый топовый тариф? Да, напишите в отдел забота. Сразу чувствуется, как ты любишь свой продукт. Блин, вы меня просто закидали комплиментами. Так. Представляю, какая вы счастливая. За неделю курсы чистки или меню. Так, ладно, это вы между собой там. Так. Я не то что старенькая, я очень древненькая. Впервые прошла очищение у Маши в древнем году, если не ошибаюсь, перед Новым годом 2021. Я занималась у Маши в студии. Я, конечно, пошла в очищение для похудения, но моему удивлению не было предела. Мой же КТ сказал мне спасибо. Хотя был хронический гастрит. Мои высыпания на лице ушли. Кожа увлажненная. Отеки ушли. Ушел целлюлит. Это я ничего не делала. Просто соблюдала режим. Энергии было много. Легкость теле. Я скинула за 14 дней 6 килограмм. В общем, я периодически возвращаюсь к очищению, когда понимаю, что нужно почиститься. Маша, спасибо тебе. Вообще, вы такие сегодня отдающие, капец какой-то. Так, что-то вопрос не поняла. Ладно. Я сегодня все равно все не успею разобрать. Так, можно ли пить кофе на этой системе? На меню, да. Кофе пить можно. На курсе очищения, конечно же, нет. Потому что мы чистимся. Наша печень нам нужна не для того, чтобы кофе переваривать, а для того, чтобы выводить всякую фигню из нашего организма. Влияют ли времена года на питание? Нет, не влияет. На наш организм. Тело – это система. Вот есть, смотрите, солнечная система. Там все по законам, по своим правилам. Представьте, если бы луна поменялась с солнцем. Или если бы солнце сегодня не вышло, что бы было? Все бы умерли. Ну, точно было бы что-то вообще. Все, жизнь бы остановилась. И так везде. То есть, все есть системы в этом мире. Вы вообще посмотрите. И тело, а мы – это природа. У нас есть законы. Мы просто соблюдаем эти законы, и вуаля, мы имеем себя в наилучшем формате для нас самих. Так. Что вы думаете про специализированные клиники по голоданию? Стоит ли попробовать? Смотрите. Конечно, это можно попробовать. Кому что больше подходит. Обычно это дорогостоящие программы, миллион, два, три и более. Это в любом случае классно, если там все грамотно. Но не забывайте о том, что совместимости вас там не научат. И вы выйдете, будете опять задрясняться. Поэтому, поэтому, короче, каждому человеку вообще в мире в любом случае ко мне рано или поздно. Понимает он это или нет. Только сегодня увидела Марию в инсте и весь день, как после 40-летнего кислородного голодания. Глотаю инфу, Мари, это огонь. Спасибо. Спасибо за эфир на Ютубе. Спасибо. Так, так, так. Начала делать замасливание, стала болеть поджелудочная железа. Смотрите, замасливание, оно подсвечивает то, что уже было в организме ок или не ок. Поэтому идите, проверьте свою поджелудочную. А если у вас с ней не ок, это значит, что вы уже пришли к той точке, где несовместимая продукция сделала свое дело. Но не расстраиваемся, потому что это все можно починить, потому что у вас есть я. Так. Вы крутая. Гайд уже приобрела. Спасибо. Кстати, давайте так, пока здесь у меня самые стойкие сидят, что я вам хочу точно порекомендовать сделать. У меня есть вебинар мой полноценный, час сорок занимает, где я просто у доски четко рассказываю, что такое наше тело как система, какие там законы, почему и когда мы приходим к сбою, то есть как это прям все там рисую, на графике показываю, плюс рассказываю про белок, как он переваривается, как он усваивается, какие мифы про него вообще ходят, сколько его нужно или вообще его есть не нужно, как он влияет на энергию, где брать именно для омоложения аминокислоты, как это все работает. Короче, про энергию. Свой опыт. В общем, вот час сорок, который меняет жизнь надо и после. Вебинар бесплатный, но я всегда даю доступ к нему только на 48 часов. То есть, если вот ты зашел и не посмотрел в течение 48 часов, больше ты его не посмотришь никогда. Где он находится? На моем сайте. Здесь, в закрепе, либо в шапке профиля инстаграма. Заходите на сайт, нажимаете вебинар и смотрите. И просто потом пишите, капец, это был лучший час сорок в моей жизни. Спасибо тебе. Там и лайфхаки, там чего только нет. Так. Мария, вы вообще никакие БАДы витамины не принимаете? Вообще никакие. У меня нет ухода для косметики. У меня есть, я на последнем курсе отчетения рассказывала. Из косметики у меня мухоморовый крем за 300 рублей монастырский. Спасибо России за такие чудные, ну, то, что это есть. Сыворотка из трав, леврана. И, и все. Ну, и типа вот там тушь, что-то намазаться. Это вся моя косметика. БАДы и больше никакие витамины, никакие БАДы я не принимаю. Только лишь я принимаю иногда вместе с замасливанием травы. Такая у меня есть добавка, она чисто из трав. Там 9 трав для работы мозга. Прям хорошо работает на мозг. У меня где-то в канале, блин, летом я выкладывала пост об этом. Короче, если кому-то будет интересно, если кому-то будет интересно, как мы лучше сделаем, напишите мне в директ или в отдел заботы и спросите, что это за добавка. И вам моя команда пришлёт. Иногда я её пью. Она полностью из трав. Она помогает, улучшает активность мозга, улучшает память. Она помогает восстанавливать нейронные сети. Это прямо важно для того, чтобы дольше период времени в своей жизни оставаться в адеквате и в ясности мозга. Потому что мне, я не знаю, как вам, но я хочу долго жить. У меня очень много всего того, чего я хочу попробовать, чего я хочу сделать, сколько я хочу проектов запустить, сколько я хочу, блин. Ну, то есть, мне, короче, не вариант не следить за собой, потому что у меня есть цель. Возможно, у вас тоже есть желание вообще пожить, то это круто, тогда мы сойдёмся с вами. Так, БАДы, витамины, в общем, я не принимаю, потому что это всё синтетика, это всё химия, это всё выведено в лабораториях, и все ваши магнии, кальции и всё, что вы пьёте, это всё синтетика. Когда синтетика попадает в организм, тогда это, ну, что такое синтетика? Это химия. Что такое химия? Это грязь для организма. Это первое. Второе, чтобы усвоить, допустим, какой-то витамин, который вы пьёте, у вас из ваших внутренних ресурсов в организм, берутся другие витамины, чтобы это усвоить, а потом у вас те тратятся, а потом вы идёте, пьёте другие витамины, потому что фармакология это система. Система это бизнес, ну, типа, фармакологический бизнес, у него всё нацелено на то, чтобы ты у него сидел вот так вот в системе. Понимаете, на бог не дурак. Пожалуйста, смиритесь с этим и запомните этот факт, что если мы существуем на этой планете и у нас есть тело, которое самый умный компьютер, который никто никогда не повторит, тогда точно бог подумал над тем, как функционировать нашему телу. И это просто есть законы, которые ты соблюдаешь вот здесь на уровне приёма пищи, совместимость и так далее. Чистишься, чтобы твой сосуд, блин, телесный работал. И у тебя автоматически ты напитываешься всем изнутри и из тех продуктов, которые ты употребляешь, потому что, ну, блин, ты следуешь законам природы. Плюс у тебя ещё кишечник в чистоте, у тебя сам эпителий кишечника вырабатывает аминокислоты. Это вообще, кстати, мало кто знает, что чистый эпителий кишечника. И... То есть, знаете, как бы вам вот так пообъяснить, пологичнее, чтобы вы поняли. Или на вебинаре посмотрите, я там про это рассказываю. Короче, аминокислоты выделяются самим кишечником. И вот ваша вся молодость, кожа и так далее, это нужно не снаружи себе какой-то коллаген запихивать, который из вас потом ещё больше старую кожу сделает, потому что в итоге вы пьёте сейчас коллаген. Это химия, грязь для организма. У вас она накапливается. Потом вы приходите к сбою, к старению или ещё к каким-то проблемам. Понимаете? Нужно смотреть не плоско сейчас, а в перспективе, с большим видением того, что я делаю. Блин, что-то у меня так прёт. Я вообще... Рассказываю вам про то, про всё, про пятое, десятое, и там, и сям. Короче, я никакие БАДы не принимаю. У меня люди тоже отказываются потом после моей системы от всех БАДов. И показатели всей гемоглобин, у кого были пожизненные аномии, возрастают до уровня нормы. Все показатели, все витамины, все магнии, все кальции. Ещё раз подытожим. Бог не дурак. Он явно продумал то, как должно работать наше тело. Он же продумал то, как должна работать солнечная система. Что, где должно стоять, в какое время, что должно, куда меняться. Мы – это та же система. Тут всё продумано. Просто соблюдая законы, и будет всё идеально. Как круто, Маша, какая ценная инфа. Конечно, спасибо. А я всё купила, всё прошла. Пользуюсь. Мне по кайфу. Я тут для того, чтобы подзарядиться. А тебя, Маша, ты же энергогенератор. Спасибо. Так. Ё-моё, я просто не успеваю читать. Всё, я сейчас быстренько, потому что я планировала до 10. У меня ещё сегодня планов. Так, мне хочется курс маме показать, но тогда не в своей системе буду. Вот, молодцы. И правильно. Сделайте для себя, понимаете, когда другие люди увидят то, как вы для себя становитесь счастливым, здоровым, классным человеком, кому нужно, они придут и спросят. Дорогая, расскажи мне свой секрет. Так. Кстати, после меню чистки спонтанно купила квартиру в Краснодаре. Скоро за ключами поеду. Поздравляю. Так. А что вы скажете по поводу воды? По поводу воды у меня целая лекция. Она, кстати, в курсе по эксперт очищения. Сейчас быстро ничего не скажу. Могу, знаете, просто сказать, что, скорее всего, всех интересует, сколько нужно пить воды. Так вот, это зависит от типа питания человека. Если у вас тип питания всеядный, когда вы едите все, и тем более не знаете те правила, про которые я говорю, и у вас, соответственно, зашлакован и загрязнен организм, даже если вы этого не знаете, тогда нужно пить воды много. Хотя бы вода хоть как-то будет пытаться справиться с этим, со всем делом. Вот. Если вот есть здесь веганы, вегетарианцы, там вода уже нужна меньше. Если тут есть вообще люди, которые сыроеды, там вода нужна еще меньше, потому что вся вода, дистилляция держится внутри растений, в соках и так далее. Ну, то есть, это зависит от типа питания. Если вы всеядный человек, пейте как можно больше. С июня месяца 2023 с Машей. Благодарны за все. Это лучшее, что случилось со мной. Похудела. Ого, Аня. Похудела на 22 килограмма, энергии много. На жизнь смотрю иначе. Доход увеличился. Обожаю смотреть и слушать тебя. Постоянно новые инсайты. Вы еще не знаете, что вас ждет. Понимаете? Вот. Я почему, кстати, вообще пошла еще к осенке на подкаст. И, ну, это, короче, не мой единственный подкаст, который я планирую. Но почему я вообще на это решилась? И, потому что у меня впереди уже столько идей, которые мне нужно воплощать и делать, и освободить для этого времени энергию в моей жизни, что мне просто нужно было пойти куда-то, чтобы это выплеснуть и чтобы просто это разносилось, по миру. Понимаете? Чтобы у меня освободилось время и энергия для того, чтобы пойти делать новое. А делать то, что я новое, сейчас делаю, это просто разрыв шаблонов. Вас ждет очень много всяких инсайдов и и всего остального. Я просто реально в шоке. Знаете, если спойлер такой сделать, что нас с вами скоро ожидает? Вот если мы возьмем питание и тело как систему, что по факту я сделала? Я взяла все законы, по которому работает тело. Начала это применять, начала обучать людей, которым это было нужно, которые ко мне пришли и попросили об этом. И мы хакнули систему, но только систему на уровне... Ну, пока одно, это тело, здоровье, чистота тела. Ну, базово как бы система тела. И получили классный результат. А теперь я занимаюсь тем, что у меня такой чекпоинт есть ко всей жизни. Не только с телом, а вообще ко всей жизни. Что просто есть законы в каждой системе, в любой. Ты начинаешь их выполнять, и ты получаешь классный результат, мгновенный. Без пиздостраданий, без проработок прошлого, без того, что там надо кого-то простить, проработать все старые блоки, установки программы, полезть в рот, посмотреть, что там у меня в рот. Вот без всякой вот этой вот фигни. Понимаете? Вот как раньше. Ну, точнее, как в питании. Вот я говорю, блин, можно без подсчета калорий, можно без заебы. Вообще это все не надо. Просто делай раз, два, три. А теперь это будет такой чекпоинт вообще к любой системе жизни. Деньги, отношения, ну, здоровье, это, соответственно, тело, реализация, энергия. Ну, короче, блин. В общем, оставайтесь со мной на связи, вас ждет много всего интересного. Так, посмотрела, вчера вебинар была в восторге, поэтому я здесь благодарю. Это мой был лучший вебинар в жизни. Ребят, слышали все? Смотрим обязательно вебинар. Бесплатный. Это лучший вебинар в вашей жизни будет. Машенька, все люди идеальны. Благодарю за совет отстать от всех и заниматься собой. Благодарю за вебинар. Он шикарный. Спасибо вам большое. Кстати, еще раз я хочу вас поблагодарить, вот кто у меня новенький сейчас пришел за то, что вы такие очень вовлеченные. Ну, мне очень приятно. И моих стареньких тоже благодарю за то, что вы сейчас вот мне помогаете смыслы подсвечивать для других людей. Машуля, ты крутышка. А если уже купила меню, но хочу отучиться на коуче по очищению, напишите в отдел заботы, вам там все скажут. Вот на этот вопрос. Так, мне для адекватности травки для мозга нужны. Да, вот, кстати, здесь прислали скрины этой травы. Почему я из капсулы высыпаю в ложку для того, чтобы не травить свой организм химическими капсулами? Капсулами все понятно. Какой херам косметический ремонт сносим все до основания, строим чистый храм. А что можешь сказать про родинки? Почему это много появляется? Вопрос не по теме, но дико мучает этот вопрос. А ты энциклопедия все знаешь. Смотрите, про родинки нужно идти и смотреть, что за родинки, почему они появляются, потому что они появляются по разным причинам. То есть родинки – это целый, знаете, мир. Его нужно изучить, и у каждого может быть на это своя причина. Поэтому здесь мы сейчас можем долго сидеть и заниматься непонятным обсуждением. Просто сходите, проверьтесь, и вам скажут, что, почему и зачем. И если это благоприятная история, то в них нет ничего плохого. А если это неблагоприятная история, тогда это что? Это результат сбоя в организме, сбоя в организме – это результат зарезнения. Итого, всем людям этой планеты ко мне. Машенька, спасибо огромное. Очень круто. Я новенькая. О, я дочитала. Капец. Давайте так. Так, все вам понятно, что я вот тут сегодня вам пыталась объяснить. То есть мой был смысл подсветить и больше про продукты рассказать, конечно, потому что многим людям непонятно, что, чего, зачем, почему. И еще какие-то другие темы. Вот. Дайте обратную связь мне, пожалуйста. Да, понятно. Мария, почему седые волосы? Можно это решить? Ну, вообще, седые волосы на программе курса очищения, на программе совместимости, у кого-то их становится меньше, у кого-то они пропадают, а у кого-то на самом деле и нет. Тут нужно тоже зависеть. Знаете, всегда чистка стреляет вот туда, куда сейчас нужно организовать. И когда вы, допустим, идете ко мне, не гонитесь за определенной какой-то целью, что вот, я хочу от седины избавиться. Да просто доверяйтесь своему телу, и вот куда оно вас выведет, это и будет лучший сценарий для вас. Но вообще базово про волосы, да. Во-первых, реально иногда настает время, когда уже, ну, пора сидеть. Это факт, это факт. Если это произошло по каким-то причинам раньше положенного срока, тогда мы идем во что? То есть, что такое волосы? Что такое вообще наша кожа? Из чего это все строится? Это все строится из аминокислот. Аминокислоты – это что? Многие думают, что это мясо. На вебинаре я, кстати, про это рассказываю. И там я говорю и про мясо, и про аминокислоты, и все заблуждения и мифы развеивают. То есть, это посмотрите. Что могу сказать в целом, если вы хотите улучшить качество своих волос, если вы хотите себе больше шевелюру и так далее, начните обязательно, желательно в первый прием пищи внедрять в себе что-то зеленое, растительное. Пить сок сельдерея, как отче наш, либо пить зеленый смузи. Зеленый смузи – это что? Это когда вы берете, вот так вот заходите условно в овощной магазин или там заказываете доставку себе зелени, любое вообще, которое вам нравится, всякое разное. Вот если зеленое, все, берем то, что вы любите. И всю эту зелень просто так берете, огромную охапку закидываете в блендер, заливаете это все либо травяным чаем, либо кокосовой водой, либо просто водой. Можно добавить мед, можно апельсиновый сок какой-нибудь добавить, да и вообще в целом можно любой сок добавить, я так скажу, именно в этот коктейль. Все это вот так делаете, вжух, 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 вжух. Брокколи туда можно накидать. Брокколи очень полезная и не только для аминокислот. Она еще выводит очень много свободных радикалов из организма. Сельдерей тоже их выводит. Тогда вот вы начинаете это пить, вы просто удивитесь, какая станет ваша кожа через 2 недели после этого. Плюс еще замасливаться, не забывайте. Как у вас по-другому начали волосы вообще себя ощущать и так далее. Блин, я хочу кое-что сказать, но не знаете, поговорить или нет. В общем, если поговорить про такие девчачьи темы... Так, сейчас... Если поговорить про девчачьи темы, в общем, что я хотела сказать-то? А, я когда начала пить сок сельдерея, ну, я, как и все девочки, занимаются, да, удалением волос со своего тела. И причем я не прибегала никаким лазером, никогда я этого ничего не делала, поэтому я иду по старинке и пользуюсь обычными услугами шугаринга или восковая депиляция и так далее. Ну, короче, в чем прикол? То есть у меня есть мастер моя. И вот я к ней прихожу, допустим, на одну из процедур какой-то... Ну, то есть она меня ведет давно, там, допустим, два года. И вот я к ней хожу, 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 хожу. Потом, значит, я начинаю пить сок сельдерея, прихожу к ней, там, условно, через три недели. А она просто говорит... В смысле? Ну, типа... В смысле? Почему? Просто очень много всего стало. Ну, поняли, да? Почему? Вот, я говорю, ну, блин, сок сельдерея, вот, пожалуйста. И это же не только про ноги, там, или еще про что-то, и в том числе про голову. Так, сок сельдерея, да, это книга, все правильно. Так. Мария, по чьей ям? Короче, сегодня, походу, у нас глубоких тем не будет. Продолжается подкаст Касьенко. Мы пока вот про какие-то такие базовые вещи говорим. Мария, по чьям маты, чай или мачо, насколько они подходят? Ну, смотря для чего подходят. Если вы просто живете сейчас, не очищаетесь, но хотите, пейте. Мне главное, чтобы человек, ну, точнее, не мне, а человеку главное, чтобы он... Где я рисовала стрелочки? А, вот. Чтобы он вот эти вот законы соблюдал, которые не приведут его к вот этой вот грязи. Можно ли там пить чай? Можно. Просто есть законы, когда что и в каком количестве. А если потом человек идет чиститься вот сюда, на любую систему, ну, здесь мы исключаем любого вида кофеин. В следующем эфире пойдем глубже. Ну, я, конечно, могу с вами долго сидеть и говорить. У меня еще просто план какой. У нас еще планируется эфир по проявленности, по личному бренду, по упаковкам, распаковкам, смыслам, продуктам, как это продвигать. Короче, вот конкретно материя у нас еще планируется. А еще я вам не рассказала глубокие смыслы сегодня и про энергию, про поля, и как это все работает, и про вибрации, как этим всем управлять. С вами хоть каждый день в прямой эфир выходи. Но видите, я стала чаще это делать. Так. Так, вы меня напугали, я хожу на лазер, и мне все нравится. После сельдерея я не превращусь обратно в апписьяну. Я не буду это комментировать. Всегда завожусь, когда смотрю на Кравцова в прямом эфире. Спасибо. Так, да-да, это интересно. После сельдерея у меня начали расти волосы более густые. Прям видно, стал пушок новый. Спасибо. Так, ну все, блин, ребят, давайте мы не будем сейчас рассказывать, где у кого сколько, какой пушок. А то это будет уже не эфир, а это кринжатина. Давайте так. Последние пять минут. Что хотите у меня спросить? Что-то вот вам выдам и испарюсь. А то, что не успеем сегодня разобрать, оставим на следующий эфир. Проявленность. Ура, супер, жду. Маша крутая, щедрая. Кстати, еще, ребят, кто у меня проходил когда-либо, любой мой продукт, неважно, меню, там обучение, курс по очищению, у вас есть ваш результат. Точка А, точка Б. В оцифровке, в любой, либо это физика, либо это здоровье, состояние, энергия, ваше мышление как-то менялось. То есть в целом базово, неважно что, главное просто есть какой-то определенный ваш путь и результат. Так вот, я устроила дополнительный розыгрыш, что если вы идете под подкаст Косенко на YouTube, пишете о своем результате, делаете скрин, присылаете в отдел заботы, то на эфире по проявленности я вас лично, вот так мы будем общаться, прям проведу разбор вас как личности, как эксперта, что там с соцсетями, что с личным брендом или вообще не знаю, чем заниматься, с чего начать, как вообще в это все. То есть неважно, придете ко мне со своей точкой А, я считаю поле на все, посмотрю, как я это вижу и дам просто структуру, того, как вас заземлить в эту материю легко, пошагово и по действиям. Прикольно? Поэтому давайте бежим под подкаст, делаем и потом очень сильно кайфанете. Это на самом деле единственная возможность, потому что вот больше я такие бесплатные разборы устраивать не буду. Ну, скорее всего, точно. Маша, пойдешь учиться, Косенко, а пусть это пока останется тайной. Оставайтесь, как говорится, на нашем канале. Следите за новостью. А чего может быть артрит? Перестали у меня спрашивать про свои какие-то личные заболевания. Еще раз, любое заболевание у человека это всегда результат сбоя в организме. Збой это результат загрязнения. Все. Так. А что за книга Кэмпбелла про биоритмы китайское исследование? Там не совсем про биоритмы, там про животный белок и его влияние на человека. И вообще, что такое животный белок и как это все происходит в процессе пищеварения. То есть, это прямо вообще должна быть настольная книга любого человека, кто хочет жить. а не существовать. Ждем новых продуктов. Вы кайфанете и от тех продуктов, которые есть, и от новых 100 пудов. А под подкастом Косенко еще действует розыгрыш. Конечно, у нас 14 февраля только розыгрыш. Поэтому участвуйте, отмечайте. А Косенко купил ваше обучение? Напишите ему в личку, спросите. Пусть он вам ответит. Так, Маша, сохрани эфир, но я на запись поставила. Так. Какой вопрос сейчас я выдерну? Давайте все-таки про вибрации. Вот хотите про вибрации, давайте давайте повибрируем. Так. Все, я больше не буду отвечать на вопросы. Можете ничего уже не спрашивать, просто пишите в целом вашу обратную связь, комплименты мне и так далее. А я вам буду про вибрации рассказывать. Почему вообще то, что я транслирую и несу в этот мир, очень круто, так пока не отвлекаюсь, выключу вас, но вы мне все равно пишите. Почему, в общем, то, что я транслирую, когда человек начинает это делать, то есть, когда он узнает мои раз, два, три, четыре, пять, у него, да, очищается организм, то есть, вот эта вся дрянь выходит из организма, и ты с таким становишься чистым порталом. И смотрите, что происходит, когда человек не знает того, что я транслирую. Давайте вот рассмотрим этот вариант. Вот, есть человек. Сейчас нарисую. Бред, нет, не так хочу. Хочу по-другому. У меня один листок остался, ладно, будет так. Итак, смотрим. Вот, есть человек. Если он не знает всего того, что я транслирую, он никогда не очищается, не знает совместимость, и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, то есть, загрязняется, а вы, здесь у меня все осознанные, вы прекрасно знаете, что у нас есть вообще в мире, что в мире все есть, энергия. Энергия – это что? Это вибрация, определенная частота, и у нас все вибрирует. Вот меня, если сейчас разложить туда до уровня энергии, я вот буду просто вибрировать. И у вибраций есть своя шкала. То есть, есть высокие вибрации, есть низкие вибрации. Вот есть шкала вибраций. давайте вот так вот нарисую. Вот. И чем вибрации ниже, тем они вот такие становятся тяжелые и нескоростные. То есть, чем вибрация выше, тем она более скоростная. Но если мы посмотрим, что это вообще такое. Низкие вибрации, у них идет прям градация. Вот такая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У каждой градации по вибрации есть свое состояние. Вот самое здесь последнее – это смерть. Состояние смерти. Где-то здесь рядом примерно чувство вины, чувство вины, чувство стыда, потом тут идет там зависть, раздражение, гнев, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Потом здесь есть у нас примерно середина – это такая нулевая нейтралочка. И все, что выше – это состояние все такие благостные когда-то. Радость, вдохновение, поток, идеи идут, любовь. Ну, то есть, вот это вот все по состоянию. здесь вот прям. И каждый человек вибрирует на определенной где-то частоте, как на радиоволне. Вот есть, допустим, радиоволна, которая вот здесь вот находится. Вот. И, соответственно, у тебя, вот ты на ней вибрируешь. И у тебя в жизни все, то есть, как на энергетическую паутину, к тебе начинает все притягиваться только на эту вибрацию. То есть, если мы посмотрим на низкую вибрацию какой-нибудь зависти, гнева, злости, то это такая энергетическая паутина, ну, реально, как радиоволна. То есть, человек прямо на ней вибрирует. И, соответственно, сюда притягивается на эту паутину только все то, что соответствует состоянию зависти, гнева, обиды, депрессии и так далее. Просто потому, что ты энергетически находишься на этой, блин, радио волне. То есть, с тобой в целом априори ничего другого не происходит. Ты постоянно варишься в этих состояниях. У кого-то наоборот. Кто-то здесь в состоянии, допустим, радости, счастья. Просто потому, что он здесь на этой энергетической паутине. И в его жизни все происходит только то, что соответствует состоянию радости и счастья постоянно. То есть, такого человека, допустим, не настигают какие-то неприятности, проблемы. Вот просто он реально вот все мимо него как будто проходит, у него все всегда прекрасно. И так далее. Понимаете, про что я? Дайте мне обратную связь. Вот, смотрите, прислали шкалу вибраций. Спасибо вам большое. Давайте я даже проговорю. Вот снизу пошли. позор, чувство вины, апатия, горе, страх, гнев, гордыня, смелость. И вот идет нейтралитет. Выше. Готовность, принятие, разум, любовь, радость, гармония, просветление. Вот здесь. Понятно, да? И когда человек, имея свое тело, а тело – это энергия, а тело – это вибрация, то есть мы просто физически себя видим как воплощение, но базово мы намного шире и больше. У нас еще есть семь тел, которые мы не видим. И когда мы, как такой природный физический объект, который воплощен в этой материи, не соблюдаем законы элементарного питания, которые должны быть, чтобы быть чистым вот этим проводником, чистым порталом, чистой энергией, то мы вот здесь вот на уровне физики тела загрязняемся. Вот так вот. Такая. И что происходит? Во-первых, сейчас объясню. У нас вот здесь вот перекрывается поток на уровне физики, то есть код информации, которая энергетически должна в тебя заходить в виде знаний, идей, возможностей, он просто в тебя перекрывается, потому что ему некуда зайти и пройти. Это первое. Второе. Вот это вот состояние человека, когда внутри организма твоего тела, а тело, ну, это первое вообще, в чем ты находишься. Не зря же говорят, тело – это храм. Так вот, когда ты здесь собрал в себе кучу всякой помойки, то как вы думаете, на какой энергетической волне будет находиться вот такой человек? Ну, явно, что это будет ниже нейтралитета. И явно, что это будет даже можно ниже туда, где-то вот здесь вот. И вот представьте, такой человек ходит, прорабатывает родовые программы, сидит в медитации, занимается йогой, маму-папу простил, каждый день медитирует. Вообще, что он только не делает, денежные блоки убрал, установки и так далее. Такой, да я прорабатываюсь, прорабатываюсь, вообще там, качаю свое все финансовое, энергетическое поле, хожу к шаманам, и ничего не происходит в моей жизни. Почему? Так потому, что ты вот здесь находишься, блин, на такой вибрационной волне, а тебя здесь держит твоя физика, твое тело. Когда мы чистимся, мы автоматически повышаем вибрацию нашего тела. Это происходит автоматически. То есть вот эта вся грязь низковибрационная выходит, ты очищаешься, становишься чистым проводником, и ты автоматически начинаешь вот здесь быть. А здесь совсем другая энергетическая паутина, начинают другие события с тобой происходить, другие идеи приходить, другие люди в твою жизнь. Ты другое состояние чувствуешь, которое соответствует этой вибрации. Вибрации. Понятно? Так. Вот. Есть еще вот здесь вопрос, как это работает. И поэтому вот все, кто задает вопрос, что вот, я не знаю, нужно ли мне к тебе идти или еще что-то, но вы вот сюда посмотрите, как бы, если вы хотите вот сюда, а, кстати, деньги, отношения, здоровье, энергия, это находится только все вот здесь. Классное состояние, радость, их благополучие, это все вот здесь только. А сюда невозможно выйти, пока ты с физикой не поработал. Вот. Так, почитаю ваши комментарии и будем заканчивать. После Марии другие эксперты не нужны, это 100%. Причем как по физике, по здоровью, по телу, по питанию, так и по другим знаниям, которые я несу. И вот даже посмотрите, наш предыдущий эфир, который был две недели назад, он у меня в Инстаграме сохранен, и вот здесь я выкладывала, и в навигации в канале есть. Когда мы разговаривали про свое место в жизни, то есть там все, тебе больше не нужны ни психологи, ни расстановщики, ни коучи, ни терапевты, ни психиатры, и вообще тебе просто становится все понятно. Эфир, конечно, мощный был и тот, и этот, просто они разные по тематике. Так, давайте про личные вопросы, вот которые вы начали издавать, это все уже точно не в этом эфире, оставьте, потом разберем на следующих, поэтому приходите обязательно на следующие эфиры. Так. Мария, узнала вас, Сукасенко, рада, что узнала вас, хочу купить ваши курсы. Вы очень добрый и позитивный человек. Спасибо. Очень буду ждать эфиры про энергии, вибрации, проявленность, личный бренд, продвижение, упаковка, распаковка. Отлично, ждем. Так. В тоем поле оказаться кайф. Пошла слушать супер-медитации и спать. Да, кстати, здесь в канале, в Телеграме у меня две подарочные медитации на утро и на вечер. Канала есть. С Инстаграма переходите в Телеграм и пользуйтесь подарочками офигенными, которые я записала для вас. Еще у нас будет подарок потом в середине или в конце, ну, ближе к концу февраля. Тоже очень крутой, который связан как раз таки с моей тематикой экспертной. Просто гениально. Вдохновляет, заряжает. Благодарю. Будут ли марафоны в дальнейшем? В смысле? Вот сейчас все есть, вы можете купить любой продукт. В дальнейшем будет что-то интересненькое. Так. Но уже другое в смысле. Это тоже будет, но будет еще что-то другое. Эфир Пушка. Мария с тобой. Мы увеличим демографию страны. Все женщины расцветают в твоем поле. Мужики засуетятся. Ты любовь. Спасибо. Так, 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 так. У агрессивного человека много дерьма. По факту, просто организм зашлакован. Да. Выглядишь потрясающе. Спасибо. Мария, скажите, пожалуйста, если мне 60 лет, то подойдет мне ваша система? Ну, смотрите, если вы живой человек, если вы хотите жить как можно дольше, то подойдет. Если нет, то нет. Для других стран все можно оплачивать либо на сайте, либо в отдел заботы. Пишите. Как здорово, что вы человека рассматриваете не только как тело, а как энергетическую структуру. Большое спасибо. Я лечилась у трех эндокринологов. И только сейчас информация пришла ко мне, когда и что нужно. Они говорили мне фигню. Маша, все очень откликается. энергию поднимается. Спасибо. А как найти ваш отдел заботы? А как найти в навигации, по-моему, есть, если нету? Ну, давайте я сейчас после эфира прикреплю. все, ребята, я больше не даю никакой информации. Мне пора бежать. у меня есть интересные дела на сегодня. Накидайте мне любви и будем заканчивать. Я надеюсь очень сильно, что эфир сохранился. как вам эфир вообще? Как вам эфир вообще? Дайте обратную связь. Вот там ок вообще с вами все. Классный эфир. Удачи, Маша. Классный огонь. Эфир. Спасибо большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Инстаграм там вообще своей жизнью живет. Но всем привет, ребят. Переходите в телеграмчик. У нас там уютно, здорово, весело, очень много всего полезного. Я обожаю телеграм. Очень ценный эфир. Благодарю. В твоем поле быть одно удовольствие. Состояние после твоих эфиров. Мы обожаем вас. Да, кайф. Вообще кайф. Слушайте, но я на самом деле кайфанула, что я вам выгрузила такие сегодня конкретно физические смыслы. Этого даже, наверное, не хватало в моем контенте, потому что я такая все больше как-то туда в глубину стараюсь уходить. Но очень часто людям еще нужно объяснить какие-то базовые вещи, которые вот сегодня благодаря вам я смогла объяснить. И Сереже тоже за это спасибо, кстати. Так, ну все, 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 я вижу все ваши смайлики. Давайте, пишите, пусть они здесь остаются, мне будет очень приятно, я все это почитаю. И сейчас я буду заканчивать. Все, еще раз всех благодарю, что вы на меня подписались, что вы оказались в моем поле, в моем пространстве, в моем телеграм-канале, в моем инстаграме. Пользуйтесь всеми плюшками, блогами. И вот такие вы активные, добрые ребята. Если вы здесь, значит, вы супер-классный человек, это факт. Я всем желаю удачи. Скоро встретимся на ближайших эфирах. Все, всех люблю. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует...